Семинар финансовой грамотности 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 в которых будет реализовываться проект значит это во первых подготовка педагогов тьютеров методистов которые будут обучать целевую аудиторию основа финансовой грамотности это первое направление второе направление это разработка внедрения образовательных программ по финансовой грамотности в систему образования начиная от начальной школы и заканчивая вузовской системы образования кроме того подготовка современных учебных методических дидактических материалов для повышения уровня финансовой грамотности взрослого населения естественно это проведение масштабной информационной компании на региональном на федеральном уровне ну и собственно совершенствование механизм защиты прав потребителей финансовых услуг через систему регулирования и надзора информирования консультирования потребителей как видим вот основная часть этих направлений она связана с системой образования не случайно вот как уже было сказано до доверено координировать эту работу на уровне правительства республики торстан нашему министерству министерства образования и науки а я хочу сказать что до ну как бы так сказать официального начала или там старта реализация этой программы в республике реализуется много достаточно много интересных механизмов которые способствуют либо действительно повышение уровня финансовой грамотности либо защите прав потребителей которые выходят на там финансовый рынок но вот я приведу всего два примера это скажем реализация проекта школьная карта в рамках которой нашим школьникам нашим детям современные платежные системы так сказать розданы и они ими уже успешно пользуются и буквально на этой неделе запущен проект карта жители данные многие из вас слышали о нем также в одном из пилотных муниципалитетов зеленодольском районе я надеюсь что перечень вот этих направлений этих проектов будет расширяться что по итогам реализации этого проекта он нас рассчитан до двадцатого года мы действительно получим грамотного защищенного осведомленного потребителя финансовых услуг который будет так сказать его пользоваться всем инструментариям который сегодня есть на финансовых рынках спасибо за внимание еще раз мне хотелось бы поблагодарить всех участников пожелать вам сегодня успешной работы спасибо огромное андрей иванович и мне хотелось бы слово для приветствия предоставить рязгтоволучу мензарипову нашему первому заместителю первому проректору и основному куратору проекта финансовой грамотности на по проектам и программ которые реализуются на базе казанского федерального университета вы знаете что сегодня проект реализуется очень многоканально и многоаспектно и в случае вот республики татарстан наверное уникальный случай когда на базе одного учебного заведения реализуется сразу несколько контрактов и мы глубоко благодарны рязгтоволучу что с первых дней проект нашел большую поддержку в его лице и очень много организационных вопросов мы сегодня решаем достаточно быстро благодаря его участию рязгтоволуч спасибо вам огромное что вы здесь пожалуйста ваше слово спасибо за теплые слова добрый день уважаемые коллеги рады увидеть в стенах нашего казанского федерального университета одного из старейших русов страны действительно координатором проекта правительства тарстана является месяц разуме раузов тарстан а базовую организация реализации проекта верститет арстан стал наш университет выбор базарина случайно наш университет и Профильные институты, которые входят в его состав, всегда были одной из ведущих российских площадок финансового образования. И достаточно сильный профессорский преподавательный состав в области экономики и финансов позволяет нам в полной мере реализовать основные задачи проекта. Университет является, я уж так попутно сразу хочу проинформировать наших гостей, прародителем всех почти вузов столицы Татарстана и сегодня является одним из ведущих университетов Российской Федерации. Уникальность нашей республики в проекте заключается в том, что это единственный случай, когда на базе одной организации сосредоточены все основные центры, ответственные за повышение финансового грамотства населения. В частности, на базе нашего университета создан и работает региональный центр по финансовому грамотству системы общего и среднепрофессионального образования в республике Татарстан. Далее создан региональный консультационно-методический центр поддержки и реализации развития программ по финансовому грамотству для взрослого населения в республике Татарстан. И создана рабочая группа по повышению квалификации преподавателей вузов и развития программ по повышению финансовой грамотности студентов. А также функционирует на базе университета Центр студентских инициатив в области повышения финансовой грамотности граждан. В целях эффективной реализации мер по повышению финансовой грамотности населения в республике Татарстан в рамках региональной программы по повышению финансовой грамотности населения в составе Казанского университета создан центр, который координирует все эти проекты, который называется Центр финансовой грамотности республики Татарстан. На него возлагаются функции координации исполнительной программы, организации выполнения программных мероприятий, в частности проведения семинаров, конференций по вопросам финансовой грамотности, осуществление деятельности в качестве экспертно-методического центра в области финансового образования, содействие внедрения в регионе образовательных, информационных и других проектов, созданных в рамках проекта по финансовой грамотности, участие в проведении исследований, мониторингов, экспертиз, эффективность реализации программ и т.д. Мы уже в этом плане работаем, и даже за успешный старт программы Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка, содействия повышения уровня финансово-грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации, Республика наша была награждена дипломом за активную часть наших жителей в образовательных мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности, которая проводилась в 2016 году. Сегодняшнее мероприятие, которое называется просветительское мероприятие, посвященное информированию журналистов по вопросам финансовой грамотности и защиты прав потребителей, в целом о проекте Министерства финансовой России, а также задачей этого мероприятия сегодняшнего является формирование компетенции в сфере финансовой грамотности и защиты прав потребителей и финансовых услуг. Вот это мероприятие мы считаем очень важным в том плане, что от вас, коллеги, в частности, я к журналистам обращаюсь, зависит очень многое, потому что как будет идти информация по средствам массовой информации в этом направлении, так и, я думаю, будет зависеть успех нашей работы. Хотел пожелать вам в этом плане успехов, достижений и, конечно же, совместной такой плодотворной работы на благо нашего населения, потому что проект, который мы сейчас с вами реализуем, это один из самых социально значимых проектов нашей России, нашей страны, и я думаю, что мы ее успешно решим. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Рязга Таулыч. Вообще, содержание этого мероприятия и его важность сегодня подчеркивается присутствием на данном семинаре большой команды федеральных экспертов, представителей проекта и представителей различных контрактов, которые реализуются в рамках проекта. Возглавляемая Зеленцова Анна Владимировна, стратегическим координатором проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие и повышение уровня финансовой грамотности» в Российской Федерации. И, кроме того, кроме экспертов, которые сегодня заявлены, у нас присутствует здесь группа организаторов в лице компании «Портер-Новелли», которые являются основными исполнителями по контракту, который, вернее, представителями исполнителя по контракту, а исполнителем является консорциум в лице компании «Портер-Новелли», Российского университета дружбы народов и Союза общественных объединений Международной конфедерации обществ потребителей. И мы хотели бы также поблагодарить Анну Владимировну и команду экспертов за ту поддержку, которую сегодня Республика Татарстан находит в лице федерального центра проекта и практически сегодняшний семинар. Это первый семинар в череде семинаров для средств массовой информации, которые будут проходить по России. И выбор проекта, несмотря на то, что Республика еще делает первые шаги, на сегодняшний день оказывается всегда такое высокое доверие в начинаниях. Да, вот Риас Каталович уже сказал, что, едва войдя в проект, мы уже получили признание Минфина за лучший старт. И вот сегодняшний семинар, я считаю, что это тоже еще один, скажем, кусочек вот такого, мотивационный кусочек для нашего проекта в Татарстане. И, Анна Владимировна, мы вам благодарны и хотели бы, чтобы вы поприветствовали участников. Спасибо большое, Лилия Абхатумовна. Доброе утро, уважаемые коллеги. Очень приятно быть здесь, вот именно в этом же зале. В марте этого года мы проводили семинар, такой старт программы в Татарстане, старт республиканской программы. Действительно, мы видим, что старт очень активный. И очень рады, что вы так активно сразу включились в наш федеральный проект, за что действительно большая благодарность и руководству правительству Татарстана в лице Министерства образования. У нас действительно, как уже было сказано, в большинстве регионов отвечает Министерство финансов за проект на региональном уровне. А вот два региона у нас Саратовской области, Республика Татарстан, где Министерство образования. И очень интересно также посмотреть, то есть действительно Министерство образования имеет возможность сделать такой акцент на образовательных программах, на всей, в рамках всей системы образования на разных уровнях. И на наш взгляд это очень правильно и очень полезно. Поэтому большая благодарность. Конечно, большая благодарность Казанскому университету. Действительно, одному из старейших в прошлый раз нам показали, провели экскурсию, даже мы посмотрели. Вот вроде бы все учили, знаем, да, как много всего интересного и сколько вышло из стен университета известных людей. Но все равно это было очень впечатляюще. А сегодня мы проводим, как сказала уже Лилия Афхатовна, первый семинар для журналистов, для СМИ. Это так, действительно, апробационный семинар, вот первый регион, в который мы решили приехать, это Татарстан. Конечно, несомненно, это и признание уже ваших заслуг. Но это еще и означает, что мы понимаем, насколько важна работа со СМИ, насколько важно на региональном уровне работать со СМИ. Потому что мы говорим про систему образования, и она, конечно же, закладывает основы. Но невозможно переоценить роль средств массовой информации в влиянии на поведение современного человека. Мы знаем, что одно сказанное слово по телевизору или где-то еще в СМИ, и человек может побежать в банкомат снимать деньги с него. Или он может сделать, наоборот, что-то противоположное. То есть, вот влияние СМИ, оно велико. И, конечно же, мы очень хотели бы, чтобы вы здесь выступали нашими партнерами и союзниками. В том смысле, что доносили объективную информацию для до граждан и доносили ту информацию, которая бы была в их наилучших интересах. Вот уже было сказано, что проект идет несколько лет. Мы начали не на пустом месте, мы изучили весь международный опыт. У меня будет впереди презентация, поэтому сейчас так коротко сначала, вот как вступительное слово. Но мы изучили международный опыт, и мы видим, что эта проблема актуальна не только для России. Я вот буквально прилетела к вам, вернувшись вчера из Новой Зеландии, из глобального симпозиума по финансовой грамотности, где мы тоже представляли и наши результаты в том числе. И, вы знаете, уже более 60 стран мира, например, имеют национальную стратегию по финансовой грамотности. Мы тоже сейчас работаем над своей национальной стратегией. И некоторые страны уже работают над этой темой 10 и 20 лет. И все равно эта тема актуальна. Она есть, будет актуальна, потому что финансовая грамотность является реально жизненно важным умением в 21 веке. Поэтому мы собрались сегодня здесь. Очень рада видеть всех представителей СМИ. Буду рада со всеми пообщаться, если есть желание, и в перерыве, и в кулуарах. Спасибо вам, что вы здесь. И мы надеемся, что сегодня будет такой равноправный диалог. Это не семинар, где вот чему-то будут учить журналистов. Это действительно диалог экспертов, диалог представителей СМИ о том, как нам вместе лучше информировать наших граждан на таких важных вопросах, как финансовая грамотность. Еще раз спасибо большое всем организаторам. И, конечно, Лилия Афхановна уже сказала, что у нас большая команда приехала из Москвы. Тоже, скажем, спасибо в конце семинара сначала нужно провести. Но вот замечательная команда «Римпортер Новели», тоже, которая является соорганизатором со стороны нашего проекта. Спасибо. Спасибо огромное, Анна Владимировна. Прежде чем завершить нашу приветственную часть и с глубоким сожалению отпустить Андрея Ивановича, потому что сегодня он исполняет обязанности министра, мне бы хотелось сказать, что здесь еще присутствуют сегодня две замечательные делегации. Вот одна уже пошла, направилась к входу. Это наши партнеры из Высшей школы экономики, как раз партнеры по внедрению финансовой грамотности в системе среднего и профессионального образования. И сегодня они здесь с мониторинговым визитом, но мы попросили, чтобы они поприсутствовали на начале, потому что, чтобы все их увидели, и это тот проект, который будет заниматься именно школьниками. И совершенно замечательное явление, что, узнав о нашем семинаре, пожелали поприсутствовать на этом семинаре, и организаторы любезно разрешили делегации Пермского края во главе с представителем Министерства финансов Пермского края. И мы надеемся, что это будет таким хорошим шагом к нашему дальнейшему сотрудничеству. Давайте, может быть, мы перейдем к нашей сессии. Я бы хотела чуть подробнее, здесь уже уважаемые коллеги рассказали немного о проекте, но хотела бы еще немного остановиться на нашем проекте, чтобы было в целом такое представление о том, чему он посвящен, какие актуальные проблемы, вопросы решает. Собственно, который и начал этот проект, еще являясь министром финансов Российской Федерации, поддержал тогда этот проект. Просто пару слов скажу, как вообще возникла эта идея. Россия председательствовала в 2006 году в большой восьмерке, и тогда впервые на уровне вот такого авторитетного, так сказать, органа была Россия инициирована, была инициирована эта тема финансовой грамотности, и министры финансов тогда приняли впервые совместное заявление о том, что финансовая грамотность важна и нужно ее развивать на уровне стран. И затем уже председательство ВАТЭС и председательство в группе 20 Россия продолжила эту тему и, собственно, является, ну, можно сказать, одним из таких международно признанных лидеров по продвижению темы повышения финансовой грамотности в мире. Но при этом начали мы на международном уровне, и, как вы помните, 2008-2009 тоже был глобальный экономико-финансовый кризис, и уже вот, так сказать, когда его последствия более-менее были сглажены, руководство Минфина решило, что действительно очень важно начать такую программу, и во многих странах мира тогда начались такие программы, то есть во многом вызванные действительно последствиями финансового кризиса, когда люди поняли, финансовые власти стран поняли, что экономические шоки в современном мире возможно, и нужно также учить готовить людей к возможным экономическим шокам, чтобы они их легче проходили, чтобы они были более защищены. Но, конечно, задача не только преодолевать экономические шоки, задача, конечно же, повышения финансового благосостояния. Вот не случайно у нас очень хорошая тема этого семинара – как финансовая грамотность влияет на финансовое благосостояние. А я могу сказать, что сегодня, опять же, в международном таком контексте все больше переходят от тематики вообще финансовой грамотности к тематике, ну, на английском называется «financial well-being», финансовое благополучие или финансовое благосостояние. Потому что если мы просто говорим человеку, ты должен быть финансово грамотен, ты должен, то есть такой вот, а зачем? То есть человеку должно быть понятно, что это дает, что это приносит в его конкретной жизни, то есть какая польза от этого. Это не еще один какой-то учебный курс, тем более мы понимаем, что взрослые люди учатся, когда их чему-то учат, не очень любят, да, все-таки считая себя уже достаточно самостоятельными людьми. Поэтому все больше в национальных программах отходят от слов финансовой грамотности, приходят к тематике финансового благополучия. А новозеландцы, вот как раз, которые сейчас организовывали симпозиум, они пошли еще дальше, они придумали финансовое счастье. Ну вот мы так думаем, что это пока слишком радикально, да, у нас, да, они там 33 критерия финансового счастья даже изобрели. Но мы пока скромнее ставим задачи, то есть мы действительно хотим способствовать такому формированию более ответственного отношения к личным финансам. Но я бы сказала, что еще ответственное отношение не только со стороны потребителей, но и со стороны поставщиков услуг. Поэтому вот эта тематика, что мало, чтобы человек был финансово грамотен, но важно еще и чтобы финансовые институты предоставляли качественные услуги, предоставляли это ответственно. Поэтому мы всегда говорим, что наш проект, как две стороны одной медали. Это одна задача – работать с населением, вторая – повышать эффективность защиты прав потребителей финансовых услуг. Ну и, конечно, поскольку эта тема новая для России, то очень важно создать инфраструктуру и сформировать хотя бы вот такие начально, на начальном уровне систему финансового просвещения. Когда мы говорим о финансовом образовании, финансовое просвещение, часто думают, что речь идет о профессиональном финансовом образовании. Нет, мы говорим не о подготовке финансистов, бухгалтеров или каких-либо других финансовых специальностей. Мы действительно говорим о умении управлять своими личными финансами. Собственно, вот целевые наши группы, они очень широкие. Мы, кстати, раньше не выделяли пенсионеров в отдельную группу, но все наши исследования показывают, что это такая отдельная аудитория со своими проблемами. И нельзя сказать, что, например, молодежь более финансово грамотна, чем пенсионеры, потому что в каких-то аспектах финансово грамотности, например, введение учета расходов и доходов, пенсионеры могут дать фору любому молодому человеку. То есть вот здесь у них навыки очень развитые. А, например, жить в рамках своего бюджета, получая небольшую пенсию, они еще как-то откладывают на черный день, еще и внучатам денег дают. Но, с другой стороны, они очень часто оказываются незащищены и очень доверчивы по отношению к разного рода финансовым мошенникам. Все эти звонки, сейчас разные виды мошенничества, медицинская помощь, еще у вас какие-то болезни вам нужно срочно заплатить, столько-то вам будут очень большие, какие-то важные лекарства и так далее. То есть очень большое количество злоупотреблений, мошенничеств и финансовых, и не финансовых, но связанных с деньгами. И, конечно же, мы должны в этом смысле помочь защитить наших пенсионеров. А, с другой стороны, молодежь, которая компьютерно грамотная, которая совершает онлайн-покупки легко, которая владеет этой стороной, может быть, финансовой грамотности, но далеко не всегда понимает рациональность, выбор умеет выбрать, умеет остановиться. И вот это потребительство, все-таки консюмеризм, подогреваемые рекламы, он часто приводит к тому, что молодой человек уже с несколькими кредитами, что он, так сказать, живет непосредством и при потере работы, например, оказывается в плачевной ситуации. Ну вот что же известно о финансовой грамотности взрослых в нашей стране, несколько цифр. Кстати, опять же, вот сейчас в Новой Зеландии были раскрыты данные, открыты данные сравнительного исследования финансовой грамотности международного, которое проводило ОСР, там 30 стран участвовало, Россия также участвовала. Ну, мы находимся, так скажем, где-то вот в нижней части таблицы, да, рейтинга, но нужно понимать, что там 30 стран, из этих 30 стран в большинстве уже давно идут программы финансовой грамотности, да, и они начали, как бы у них старт был гораздо вот выше, ну, или можно сказать, если бы как бегуны, вот, там, мы присоединились через, там, уже какой-то промежуток времени, да, к этим марафонсам, и поэтому, конечно же, мы их догоняем, но пока что нам еще предстоит бежать и бежать. Но, тем не менее, интересные очень данные, то есть, что, вот, основные проблемы финансовой грамотности у взрослых в России, их можно, как бы, выделить, вот, ну, так, разделить на несколько групп проблем. И первая группа проблем, это не понимание, вот, основы долгосрочного планирования, то есть люди, это во многом связано, конечно же, с экономической ситуацией, но когда нам говорят, ну, понятно, что сейчас там откладывают деньги, не из чего, да, экономическая ситуация ухудшается, но такие же данные были в 2012 году, в гораздо более, так сказать, тучном, то есть это все-таки связано, скорее, с такими, более глубокими причинами, а не просто ухудшением экономической ситуации, то есть люди не понимают важность финансовой подушки сбережений, финансовой подушки безопасности, долгосрочные сбережения, тоже, так сказать, непопулярные, вот, мы очень удивились, например, что на одном из первых мест Франция находится сейчас по финансовой грамотности, вот, из данных этого рейтинга, и, конечно же, наши коллеги французских пытали, да, как это, вот, мы не знали, что французы так, они говорят, а вы знаете, а у нас культура, вот мы не китайцы, да, в Китае сберегают, а у нас, говорят, не менее развита культура сбережений, то есть вот французы, оказывается, очень много сберегают, до сих пор, несмотря на весь вот консумеризм, это первая, сказали, а не причина, а вторая, сказали, а у нас кредиты запрещены, вот в таком, ну, вот, как бы, достаточно жесткое регулирование, кредитных карт нет, кредиты очень жестко регулируются, то есть вот этот вот баланс защиты прав потребителей и культуры сбережений, он приводит к тому, что вот по базовым параметрам у них высокий уровень финансовой грамотности, но, возвращаясь к нашей финансовой грамотности, действительно, вторая, как бы, группа проблем, наверное, это неготовность нести ответственность за собственное финансовое решение и непонимание границ, да, вот, люди, например, не знают часто, что депозиты гарантированы, ну, если это в банке, входящем в систему государственного страхования вклада, что они гарантированы государством, но, с другой стороны, считают, что если они потеряли деньги где-то, инвестируя на фоновом рынке или какие-либо другие инвестиционные собственные решения, то государство должно им возместить, то есть, вот, вот идет такое смешанное понимание. При этом уровень доверия к банкам, к финансовым организациям, он, ну, вот, так меняется, да, но все-таки банкам доверяют больше всего страха, а вы меньше, и меньше доверяют микрофинансовым организациям. Ну, и последняя, как бы, группа проблем связана с тем, что люди, с одной стороны, не сравнивают финансовые услуги, а с другой стороны, они не отстаивают свои права потребителей финансовых услуг. Часто они просто даже не знают, что их права нарушены, да, что у них есть такие права, и не отстаивают их, и вообще считают, что невозможно отстоять права в споре с финансовыми организациями, что, кстати, не так. Все наши, ну, цифры показывают, что и Роспотребнадзор, и Центральный банк активно помогают в этом, и количество судебных решений, досудебных выигранных споров от потребителей с финансовыми организациями, оно постоянно растет. Соответственно, у нас есть несколько ключевых индикаторов, нас часто спрашивают, ну, а как вы меряете успех? Вот ключевые индикаторы проекта у нас как раз связаны вот с этими проблемами финансовой грамотности населения. Мы хотим, чтобы в результате нашего проекта люди больше понимали важность соотношения риска и выгоды при выборе финансовых продуктов. Ну, во что это выливается? То есть, чтобы люди понимали, что такое пирамида финансовая, да, что чем больше доходность, тем больше риски. И понимали, что если им гарантированную доходность, там, 100%, или даже 40%, неважно, да, обещают, то это, скорее всего, пирамида. Ну, то есть, это просто пирамида, да. Люди это часто не понимают. И сейчас, кстати, расцветают бурным цветом. Нам данные Центрального банка говорят о том, что все большее количество пирамид, особенно в регионах, новые формы пирамид, они так вот видоизменяются все время. Но люди верят в чудеса, вот в экономически сложные ситуации. Они считают, что вот откуда-то из воздуха на них упадут деньги и вот попадают в руки таких мошенников. Ну, и, конечно же, как бы еще одна наша базовая задача, повысить процент людей, которые понимают важность формирования финансовой подушки безопасности, ну, и, соответственно, ее формируют. И сравнивают условия различных предложений, особенно в выборе кредитных продуктов, потому что, ну, депозитные условия, они более-менее, да, там, схожи, понятны, да. А вот, что касается кредитных продуктов, к сожалению, люди не понимают, что, например, там, кредитных или займов, что 2% в день, да, какой-то процент в год. То есть не понимают, что, какие последствия это означает для них. Ну, и, соответственно, знают, куда обращаться и как защитить свои права потребителей. Несколько ключевых направлений у нас в реализации проекта. Не буду их все подробно рассказывать. Вот уже говорили сегодня, что это образовательная работа, что это и создание потенциала в области финансовой грамотности, в методические центры. У нас созданы федеральные методические центры, создаются или созданы региональные центры, где системная работа по повышению квалификации педагогов всех уровней идет. Это и работа по защите прав потребителей. Ну, Дмитрий Янин, думаю, подробнее тоже потом скажет об этом еще. Ну, и, конечно же, мы работаем над созданием национальной стратегии. А вот как раз два пилотных региона у нас были с самого начала проекта, подключились к нам еще в 2011 году. И следующая волна у нас была конкурса, то есть участвовало много регионов, и семь регионов выиграли конкурс, пришли со своими программами, победили, и вот в их числе Татарстан. Мы очень рады, что ваша республика также присоединилась к проекту. Я хочу еще сказать, что вот особенность Татарстана, о чем сегодня уже Андрей Иванович говорил, и что очень важно для нас посмотреть, как это будет происходить, это соединение финансовой грамотности и финансовой доступности. Вот те проекты, о которых говорили, карта школьника, например, вот весь мировой опыт показывает, что особенно хорошо программы финансовой грамотности, например, для детей, для школьников идут там, где у них есть возможности финансового доступа к финансовым продуктам. Конечно же, к финансовым продуктам, естественно, не кредитным, качественным, адаптированным к детям, но когда дети с определенного возраста получают реальный опыт управления финансами, реальный опыт взаимодействия с финансовыми инструментами, тогда получается обучение на практике, то есть соединение. Это не просто теория, как у нас, но, к сожалению, до сих пор еще часто школа решит такой излишней теоретизированностью, отрывом от реальности. А вот когда у них есть такой опыт, все исследования ПИЗа, а мы также участвуем в России в международном сравнительном исследовании ПИЗа, проводит УЭСР, это сравнительное исследование уровня финансовой грамотности уже 15-летних школьников. И вот показывает, что в тех странах, где у детей есть такие возможности, ну, подростков, у молодых людей, там уровней финансовой грамотности их больше. Поэтому нам очень интересно, конечно, понаблюдать, как этот проект будет развиваться и какое вот сочетание финансовой грамотности и финансовой доступности здесь на уровне региона будет достигнуто. Вот уже сказал, да, что созданы региональные центры финансовой грамотности, и это не методические, не центры повышения квалификации, а те центры, где консультируют граждан. Ну, вот Татарстан также, надеемся, очень скоро такой региональный центр будет уже как бы инфраструктурно сформирован на базе, естественно, Казанского университета. И мы уже подготовили некоторое количество педагогов, консультантов. С понедельника мы сейчас находимся здесь, в Татарстане, у нас сейчас идет активная подготовка, на самом деле, по всей стране, к Всероссийской неделе сбережений, которая начнется в понедельник. Старт будет дан и в Москве, и во всех наших регионах. И как раз обученные нами консультанты, тьютеры, сертифицированные программами Минфина России, они будут проводить открытые занятия, онлайн, офлайн. В этом году мы сделали акцент еще на работу с работодателями, с крупными работодателями. То есть, также в мире это считается эффективной практикой. Вот сейчас в Новозеландии мы тоже смотрели, у них одна из лучших таких практик. Потому что, ну, где детей, так сказать, взять, да, системно, понятно, в школе, а где взрослых, да, вот. Проблема-то еще в финансовой грамотности, в финансовом просвещении взрослых в том, что те, кому она нужна, не знают, что она им нужна. И они считают, или у нас мало денег, и мне не нужна финансовая грамотность, но вопрос, откуда их возьмется больше, если даже те, которые есть, тратятся на выплаты по микрофинансовым займам, да, или на какие-то, ну, не знают о том, что есть, там, налоговые льготы, там, какие-то еще субсидии и помощи, да, с одной стороны, и не умеют правильно управлять своим финансами. А с другой стороны, другая часть граждан считает, что, да, я и так финансово грамотный, да, вот, не учите меня жить, я и так финансово грамотный. Поэтому, как бы, все-таки активность в каких-то открытых мероприятиях у граждан часто невысока. Поэтому во многих странах, это не только наша проблема, делают такие программы на рабочем месте. Они разные, это может быть через, если это офисы, то это может быть в интернете. Если это завод, мы, например, на Липском металлургическом комбинате такую программу делали, у них там радио их, газеты их, какие-то вот небольшие, там, в перерывах или во время даже выделяли, там, час на проведение вот таких консультаций, лекций. И действительно, тоже есть данные о том, что улучшается, почему работодателю это выгодно, то есть, ну, кроме чисто такого человеческого, да, так сказать, социальной ответственности, здесь еще и бизнес выгода есть. Потому что есть данные о том, что если человек думает, например, про то, как ему выплатить кредит, да, и он переживает, или у него денег не хватает, то он чаще болеет, он реже бывает на работе, у него снижается производительность труда, и он вообще думает не о том, да, не о том, как вот хорошо работать, а о том, как ему решить свои проблемы. То есть в этом смысле, если работодатель помогает в этом, да, решить эти проблемы и помогает, чтобы его сотрудники были более финансово грамотны, то и эффективность их труда, производительность их труда тоже увеличивается. То есть это вот такой, опять же, вин-вин, можно сказать. И нами уже подготовлена линейка материалов, учебно-методических комплектов для школ. Мы провели апробацию в пяти регионах, сейчас дорабатываем, и со следующего года будем готовы распространить, в том числе в Татарстан, то есть бесплатные тиражи направить в ваши школы. Ну и буквально два слова, что у нас идет, действительно, она еще и так идет не в полную силу, но несколько волн уже проведено информационной кампанией по финансовой грамотности, вот с этим выросло число и публикаций по ключевым темам проекта. Хочу просто, чтобы вы понимали, мы не занимаемся пиаром проекта, да, или там пиаром Минфина. Мы занимаемся, действительно, это информационная кампания, информированием населения по ключевым вопросам финансовой грамотности. То есть задача стоит не в том, чтобы кто-то написал там, какой Минфин хороший, а задача в том, чтобы СМИ больше писали именно на острые темы по финансам. И для этого мы, кстати, впервые провели в этом году всероссийский конкурс «Дружи с финансами», и в декабре этого года второй конкурс, уже второй тур объявим, следующий, поэтому приглашаем всех участвовать. Вот в этот раз у нас это был первый пилотный, пришло 350 работ журналистских со всей России, 30 победителей было отобрано, и они все были приглашены в Москву, были очень интересные тоже такие воркшопы, мастер-классы от ведущих российских журналистов для них, и экспертов, и затем была большая церемония награждения. Вот, поэтому очень тоже всех призываю участвовать. На нашем сайте вашфинанс.рф эта вся информация где-то в декабре появится. Ну и вот как растет у нас количество людей, которые участвуют в информационных мероприятиях, просветительских онлайн-мероприятиях. Конечно, количество людей, охваченных СМИ, оно гораздо выше. Ну, это буквально просто несколько примеров, тут несколько цифр о том, что мы делаем. И также у нас еще в рамках проекта действует фонд хороших идей, это такой механизм, который позволяет поддержать на конкурсной основе инициативу в области финансовой грамотности. Мы планируем следующий раунд в начале следующего года, и, кстати, этот раунд будет почти весь направлен на информационные проекты, на проекты в СМИ, на какие-то спецпроекты, на телевидении, на впечатных СМИ. Поэтому тоже призываем вас активно в этом участвовать. Ну и, как уже было сказано, мы очень активно работаем совместно с Роспотребнадзором, но не только с Роспотребнадзором, но и с общественными организациями. Вот как раз Дмитрий представляет такую ведущую общественную организацию в защите прав потребителей, которая нам помогает, делает такой регулярный независимый мониторинг финансовых организаций. Он об этом, наверное, скажет, да, Дмитрий, скажет попозже. Но вот это очень важный для нас тоже инструмент донесения объективной независимой информации, например, как финансовые организации ведут себя по отношению к потребителям, как они раскрывают информацию. Вот вся эта информация у нас также открыта, доступна, и мы всячески призываем СМИ использовать ее. Можно получить информацию более подробную о вашем регионе. То есть это очень интересные массивы данных, которые помогут и гражданам, и такое общественное мнение сформировать понимание того, какие ключевые проблемы, и, собственно говоря, такие репутационные тоже в части финансовых организаций. Вы видите, здесь у нас представлены в ваших пакетах тоже те брошюры. 7,5 миллионов таких буклетов мы отправили во все регионы. Отправляем. Сейчас мы установили информационные киоски в региональных подразделениях Роспотребнадзора. Можете прийти также попробовать их, протестировать, как они работают. Очень большое количество консультаций ведется Роспотребнадзором, то есть помогаем им в этом. Ну и вот буквально мы ждем, когда мы подготовили на месте старого сайта вашфинанс.рф очень скоро откроется общенациональный портал, гораздо более современный, интересный. Но как только нам разрешат его протестировать и открыть, он будет уже в открытом доступе. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела бы сказать. Спасибо. Камил Гореев, руководитель пресс-службы Казанского университета, федерального, собственно, вот здесь. К нам часто обращаются СМИ в поисках экспертов в области финансов с целью прокомментировать тот или иной вопрос. Причем, я так понимаю, у редакции тоже свои позиции есть в области финансов, но я не ограм, сейчас я вообще о финансах скажу. И их интересует, разумеется, позитивная реакция на новости, происходящие в мире, даже если они негативные. Ну, условно говоря, санкции, ну и хорошо, зато сельское хозяйство свое из этой серии. Я пример взял. У них сейчас возникает небольшой диссонанс, связанный с тем, что они затребуют у нас эксперты, и мы предоставляем позитивные, и они это комментируют. А с другой стороны, люди, ну вот по результатам, например, опроса общественного фонда общественного мнения, перестают доверять СМИ. Ну, потому как они же видят, что, например, инфляция, ну, официальное объявление инфляции 6%, люди чеки поднимают, смотрят, там удорожание немножечко больше идет, чем 6%, и теряется уже доверие к СМИ. Вот хотелось бы узнать, какова, может быть, ваша рекомендация, как в этом случае нам и журналистам, и, получается, нам, тем, кто экспертов для журналистов поставляет, как вот с этим бороться, чтобы и доверие к источнику не терялось, и при этом информация, которая предоставлялась, была бы, ну, скажем так, позитивно, с точки зрения финансовой грамотности, финансовой политики государства. Что вот в этой ситуации нам делать, как вы можете посоветовать? Добрый день. Вот Анна сказала, что, в отличие от, наверное, мы счастливые люди, у нас нет задачи всегда говорить о том, что... Нет задачи продвигать Минфин России. И мы достаточно независимы в своих оценках происходящего в финансовой сфере. И если что-то хорошее происходит, конечно, мы об этом говорим. Если что-то происходит плохое, мы тоже об этом говорим. И мне кажется, что задача состоит в том, чтобы людям давать информацию взвешенно и не считать, что они глупее, чем они есть на самом деле. Потому что вы правильно сказали, потому что люди справедливо будут считать, что с ними манипулируют. И, соответственно, СМИ будут терять аудиторию, соответственно, доходы, входить все в большую-большую зависимость, деградировать. И, в конце концов, терять лучших молодых людей, которые просто не смогут там, не захотят там работать. Поэтому, конечно, надо говорить о том, что происходит. Конечно, если какие-то сюжеты для вас политически важны в этой сфере, в сфере финансовых услуг, я не знаю, что может быть политически важным. Но мне кажется, государство должно информировать о пирамидах и рассказывать людям, как не вляпаться в пирамиду. Государство должно, и Минфин это делает, и другие структуры, и университеты должны рассказывать. Это как гигиена, финансовая грамотность, как гигиена. Мыть руки, не брать микрозаймы, иметь подушку безопасности. Вот Анна об этом рассказала. И делать свое дело относительно каких-то сюжетов других, не знаю, как политика вашего университета. Но во многих странах университеты являются островками, как вам сказать, независимых и достаточно иногда критических оцеток. И мне кажется, эту роль университетскую надо сохранять, потому что главная наша задача – это качественный человеческий капитал. И умные граждане, которые будут понимать, что происходит и каким образом они могут повлиять на те или иные события. И мне кажется, что последние, кто должны заниматься какой-то такой дезинформированием общества – это университеты. Так что я вам советую как-то находить… Опять-таки речь идет не о дезинформировании, поймите правильно. У нас даже если спросить на любой вопрос, найдется 3-4 человека, которые противоположные мнения имеют. Откуда взялась? Дайте их 4. Откуда берутся проблемы с финансами? Но зачастую же вопрос не в этом. Я опять-таки хочу сказать, что… Нет, но давайте 3-4 мнения и… Мы даем и так. Но из 3-4 мнений, опять-таки говорю, СМИ берут то, которое выгодно для конкретного материала в соответствии с политикой СМИ. Но это нормально. Это нормально для СМИ. И получается так, что мнение для читателя относительно, опять-таки, университета и средства массовой информации весьма странным складывается. То есть, как вы уже выразились, нас пытаются ввести в заблуждение или неполные, недостоверные информации. Вот как-то так. Ну вот у нас будет несколько кейсов сегодня. Если у вас будет возможность посидеть с нами подольше… Не будет возможности. Вот. У нас будет кейс, например, по коллекторам. Да, вы все помните эту общественную дискуссию по закону о коллекторской деятельности. Практически каждую неделю в СМИ вы читаете про самоубийство закредитованных полицейских. То есть, даже полицейские не выдерживают прессинга коллекторов. Люди, мягко говоря, с устойчивой психикой. Хочется надеяться на это. Что-то они устойчивы психически. Да. Вот поэтому вот и надо об этом говорить. Да, что, к сожалению, не справляются определенные структуры. И давайте на кейсах уже рассматривать. Вы можете рассказать ваш кейс, подготовить конкретно там по, например… Ну, импортозамещение не является у нас, конечно, такой темой финансовой грамотности, потому что здесь оценки разные относительно подъема сельского хозяйства. Вот я вчера пришел из аналитического центра при правительстве. Нет там особо по России. В целом инвестиций нет. Проедается то, что было вложено в 2012-2013 году. Инвестиции не пошли. Вот. Может быть, какие-то регионы что-то с этих антисанкций получили. Да, получат в будущем. Но в целом ситуация сложная. И если мы даже выставили американцам счет за антисанкции, которые мы приняли, то, наверное, у нас не все так благополучно. У нас есть еще комментарии. Эльман Актеуглу. Можно просто Эльман? А, ничего страшного. Я можно прямо на ваш вопрос отвечу? Знаете, средняя температура по больнице всегда 36,6. Вы меня понимаете, да? Вы лучше нас знаете, как отвечать. Я не собираюсь вам подсказывать, да, как вы ходили из строительной ситуации. Но средняя температура по инфляции точно такая же. Она всегда 6%. Если мы возвращаемся к финансовой грамотности, мы постоянно говорим, что нет закредитованности. Но почему-то она есть. То же самое с инфляцией. Есть те сегменты населения, которые инфляцию не чувствуют. Есть те сегменты, которые ее чувствуют. Поэтому мне кажется, что ваш ответ должен быть такой, который нужен. Действительно, что 6% или 7% – это средняя температура по больнице. И те люди, которые сравнивают и видят, те люди, которые обеспокоены, они, к сожалению, относятся к тем сегментам, в которых инфляция чувствуется особенно остро. Потому что настоящий рост цен, то, на чем чувствуют люди, наблюдается в тех продуктах, которые потребляют люди с низким доходом. И если я думаю, что вы будете честнее об этом говорить, то никаких проблем с этим нет. Проблема в том, где найти эти данные. И вот тут как раз-таки роль университетов действительно важна. Я скажу откровенно, я небольшой специалист в компании статистики. Просто потому, что на это нет времени. Мне платят за другое. Но если в университете спрашивают у человека, что вы думаете о инфляции, я думаю, что спрашивают у человека, который макроэкономист или кто-то такой, специалист по инфляции. Я думаю, что он может дать не только оценку из данных Росстата, но и оценку свою. И ничего страшного в том, что ваши цифры будут расходиться с официальными, то точно так же, как и мы, банкиры, не верим в то, что инфляция будет составлять 4%, и это однозначно сразу же приведет к тому, что ставки по кредитам упадут. Поэтому, да, у вас должна быть своя точка зрения, но самая базовая вещь, и вы ее знаете не хуже, а может быть даже лучше нас, то средняя температура, да, по больнице 36,6, и есть ложь, есть большая ложь, и есть статистика. Если она безотносительная. Спасибо. Если можно, только маленькое добавление. Вот Эльман сказал про работу университетов. Я сразу вспомнила, а у нас, например, есть интересный пример, Томск, где тоже региональная программа идет. Так вот, Томичи, они там очень активно работают со СМИ, очень хорошо создают как раз разные продукты, информационные поводы. У них есть такой индекс щей. Вот они как раз, да, сравнивают по разным регионам, и у себя, да, ну вот вместо индекса Бигмага они придумали свой индекс щей. Как раз продукты, да, вот для приготовления щей, как они меняются, их цена. И вот это очень интересно, это, кстати, СМИ с удовольствием берет, и вот они смотрят, как меняется у них, и как это с другими регионами еще. Теперь они уже спартнерились у нас, кооперировали с Калининградом, с другими. Вот где дороже, где. То есть вот пример, опять же, того, что информация для конкретных, вот обычных граждан. Мой собственный вчерашний опыт. Я часто ездил в Сатарстан, очень часто. Последний раз, кстати, был на прошлой неделе здесь, да. И раньше я приезжаю всегда на обратном пути, покупаю для дочери щей-почмаки. Я привык, что они где-то в районе 30 рублей. Вчера покупаю в Бахетле в Москве 87 рублей. Вот вам индекс щей-почмака. В Москве он тоже был 40-50, не больше. А теперь он стоит 80. Надо в Казани посмотреть, сколько. Но здесь, наверное, еще очень вопрос своевременный и резонный. Потому что вот вхождение в некое такое экспортное сообщество, да, или какое-то сообщество для взаимодействия, ну, скажем, с экспертами по направлениям, наверное, новый сайт сейчас создает такие возможности, да. Анна Владимировна, вот мы должны сказать, что сейчас происходит обновление сайта Вашей финансы РФ, и там, в общем-то, как бы вот достаточно серьезное внимание уделяется как раз возможности экспертного общения, да, тех людей, кто вовлечен в проект. И я думаю, что те представители средств массовой информации, которые будут работать с этой темой, тоже будут вовлечены в это сообщество и будут иметь возможность получить несколько экспертных мнений и выбрать то, которое, ну, кажется, наиболее, скажем, обоснованным. У меня такой вопрос. Ну, вот я согласна, конечно, финансовую грамотность нужно население повышать. Ну, вот я к Альману хочу обратиться, как к вице-президенту Ассоциации российских банков. Вот мне кажется, что нужно еще и воспитывать финансовую порядочность банкиров, потому что немало таких случаев, когда человек, которому нужен кредит, он предварительно, много таких случаев знаю, приходит в банк, в солидный банк, ему расчет делают предварительный, все, собирает документы, приходит снова в этот банк, и тут начинается, то есть ухудшает условия финансовые, причем это происходит с солидными достаточно банками. Вот это вот как-то надо воспитывать, что ли, самих банкиров, чтобы такие вещи не происходили, потому что это сразу доверие теряет ко всей системе. Спасибо большое за замечание. Думаю, что, извините, у нас будет целая сессия по ответственному кредитованию, и в моем выступлении я буду говорить не только про банкиров, но и про роль СМИ в том, чтобы ответственное кредитование страны банкиров состоялось. Поэтому давайте мы, как говорится, в таких беседах, дискуссиях запаркуем этот вопрос, но я к нему обязательно вернусь на конкретном кейсе. Хорошо? Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова